Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии и працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня на сессии областного совета депутатов затвержена инвестиционная программа Гомельской области на этот год. На подтрымку навыково-доследших работ селета в регионе плануется выдатковать 17 миллионов рублей. У Гомеля будут навышать оказанию первой медицинской допомоги. Национальные колоры, традиции и сучасность. У Гомеля открылась выстава «Дипломник-2016». А зараз об этом и иншим. Больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 лютого проведет встречу с представниками громадскости, белорусских и замежных СМИ. Мероприемство пройдет в поширенном формате под агульной назвой «Великая размова с президентом». Мы им примуте дело мальчатыры десятки журналистов. На встречу запрошены и шматлики эксперты, які так само примуте дело диалогу по наибольшь актуальных темах. Про моя трансляция встречи начнется у 10-го дня 3-го лютого. Она будет вестися по телеканалах «Беларусь-1», «Беларусь-24» и первым национальным каналом Беларуського радио. До других тем на сессии Гомельского областного совета депутатов сегодня подведены выники реализации летней инвестиционной программы, затвержденной основной на керунке выкористания бюджетных сродков в этом году. Сярод приоритетов – объекты жилево-коммунальной господарки, оховы здоровья, сельско-господаршего призначения. Главная задача областной программы – повысить эффективность выкористания сродков областного бюджета на потребы капитального будовництва и сконцентровать их на наибольших значных объектах. В минулом году на реализацию областной инвестиционной программы плановалось накеровать амаль 118 млн. рублей, але в реальности эта лечба оказалась амаль на четверть больше. Это стало мягчимым у вынику реализации областного бюджета и додаткового выделения сродков. По этой же причине селетняя сумма – 131 млн. рублей на сессии, названная некончатковой. На протягу года она может быть так само повеличена. Самые значные расходы в рамках инвестиционной программы продугледжены на будовництво объекта в сфере жилево-коммунальной господарки и реализацию мероприемств по охове новокольного осяродя. 14 млн. рублей пойдет на реконструкцию малышно-товарных ферм и будовництво новой птушкафабрики в Ветковском районе. А про чатагося род-приоритетов программы – реконструкция дитяшей областной клинической больницы в Гомеле. Дорогу, в минулом году на этот объект был накереван на свыше 24 млн. рублей, в пять раз больше запланованного. В целях улучшения качественной медицинской помощи населению настоящей программы предусматривается направить 20 млн. 100 тыс. рублей. За счет данных средств будет продолжаться строительство объекта реконструкции с детской областной клинической больницей в городе Гомеле, строительство которой начало соответствовать с поручением главы государства. Завершение реализации инвестиционных проектов – основная селетняя задача в целлюлозно-папиаровой галине. Как поведаем старшиня концерна «Беллес-папиарапрам» Юрий Назаров, запуск завода сульфатной белиной целлюлозы в Светлогорску запланованный на этот год. Что год на предприемстве будет перепрацовываться больше как за 2 млн. куб. метров драунины. Другие важные проекты, которые так само планыются завершить все лет, организация вытворчасти кордона на базе филела «Добружская папиаровая фабрика Герой працы». 17 млн. рублей планыются выдатковать в этом году и на поддержку науково-доследших работ. Отповедные сродки продвиглежены в инновационном фонде Гомельского обл. ВКонкама. Об интеллектуальном потенциале региона ишла размова по час семинара для представников прессы, организованных Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского обл. ВКонкама. Олег Синцеров ознайомился с перспективными распроцовками. Гомельский науково-технический центр комбайна «Будование» все лет означает 70-х годовый юбилей. Начинали с невеликого конструкторского бюро, теперь тут распроцовывается техника опошних поколений. Это не просто свержение. У Гомеля уважливо сочить за достигнениями конкурентов. Конкуренция жесткая и мы готовы к этой конкуренции. Мы следим за своими основными фермами, которые работают в образе техосмашиностроения. Бываем на выставках, бываем на полевых испытаниях. Проводим весь комплекс работ для того, чтобы техников Гомельмаша и тех совместных предприятий, с которыми мы работали, было достойно представлено на рынке и нашла своих покупателей. Комбайн на газовом руховику по заказу «Газпрама» – специальные варианты сборных уборочных машин для краин Африки и початка уборочной машины для Российской Федерации. Это только некоторые практичные накерунки, которыми сегодня занимаются в Гомельмском центре комбайна «Будование». Одночасовая распроцовка сучасных узоров для Гомельмаша и Айчинного агропримыслового комплекса – значная увага экспорту. Новые направления – это хлопкоуборочные машины, это початкоуборочные комбайны, это модельный ряд косилок самоходных, это модельный ряд прицепных картофельноуборочных комбайнов новых поколений, а также и зерноуборочные машины, как для регионов Азии и Казахстана. Гомельмский технопарк – подтверждение того, что макропоспехов сегодня могут достигнуть не только буйные конструкторские бюро, а и простонники микробизнеса. Сирот партнеров, резидентов парка, простонники Амаль 20 краин света, причем распространение компаний, сколькостью працующих усяго у некаких человек, часто запотребованы промысловыми гигантами. Гомельмский технопарк позиционируется бы як территория инвестиционного бизнеса. Головная задача – допомогать резидентам у практичной реализации распространения. Сегодня технопарк предоставляет свою площадь больше 20 компаний. Почас пресс-конференции, организованные Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди, разнова об перспективах науководоследствия деятельности у регионе. В этом году инвестиционный фонд Гомельмского Абруканкама запланованный по мере 17 миллионов рублей. За кошки этих сроков будут финансоваться проекты, которые мают на увазе укранение технологий новых для республики и в угоде сусветной экономики, плюс потребность технопарка по выпуску экспортно-ориентованной продукции. Наши резиденты демонстрируют хорошие темпы роста экспорта, причем экспорта услуг. За 2016 год объем экспорта состоял почти 2 миллиона долларов. Считаю, что это достаточно серьезные результаты, если учитывать, что, как правило, резиденты технопарка – это небольшие компании, которые самостоятельно реализуют свои проекты. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомельм». Гомельшина – один из лидеров Украины по снижению колькости пожаров и загинувших на их людей. Головные выники работы в минулом году сегодня огучили на областной коллегии МНС. Высокую позицию регион займает других год запору. В 2016 году колькость пожаров снизилась больше на 9%. При этом на их не загинуло ни одно дитя. Пожарные повышальники выротовали 39 життя, а у Тымлику – 5 детячих. А вот сами выротовальники сберегли отрагеды больше как 100 человек. Подтримание высокого профессийного узровня у супрацовника у нагляд за выконанием законодавства, пожарной беспеции и профилактика. Усё гэта разом и дозволила полепшить статистику. Особная роль она лежит надзиральным комиссиям. За 5 годовых работ и колькостью сгорания у регионе снизилась амалю двоя. На сегодняшнем этапе, говорить, уже новая форма, она разработана и внедрена. И в этом году, в первую очередь, где произошла трагедия, в каком районе, туда выезжают все областные субъекты профилактики. Они дают оценку каждой деятельности каждого районного субъекта профилактики, заслушивают их. Если видна недоработка, то соответствующие меры реагирования как должностным лицам, так и недопущение этих всех трагедий, они применяются на местах. Головной причиной возникнения пожара по-ранейшему застаётся неосторожное обыходжение за огнём прокуренни. Наступные у рейтингу – порушение правилов укористания пяшным отяплением и электроприборами. А наибольшастыми аквярами уластной неосторожности становятся непрацующие и пожилые люди. Рызыка возникнения надзвучайных ситуаций повышают морозы. Супрацовники МНС вертаются до насельництва с просьбой быть осторожными и выконывать правила пожарной безопасности. Думал, что схавал надзейно, а леглый бокопомылявся. Гомельские правооховники не допустили у продаж больше, как тонну нелегального спирта. «Натурпродукт» хранил в своём гараже 52-х годового ЖХР областного центра. Парта контрафактной продукции была выявлена супрацовниками отдела по борьбе с экономичными злочинствами Советского районного отдела внутренних справ. Бутылям из медицинским спиртом была заставлена омаль уся подлога в гараже предпринимательного гомельчанина. Обыч правооховники знали некольких скарбонок за российской горелкой. Огольный объём одобранной продукции склад 1300 литров. Кошт омаль 13 тысяч белорусских рублев. В отношении гомельчанина был составлен административный протокол. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых личин с конфискацией данного имущества. У Гомеля открылся Центр по навучанию казанью первой допомоги. Занятки будут проводить специалисты «Червоного крыжа». Курс подрыхтовки могут пройти усе жадающие. С подробностями Ганна Каральчук. Як спынить кровотёк? Что робить про химичную опёку? И как допомогчить человеку про инсульти? Про всё это можно доведаться у супрацовников «Червоного крыжа». Причём не только у теории. Наученцы смогут потренировать навыки, как бы в критичной ситуации худко адреаговать и прийти на допомогу. Для того, чтобы остановить сильное кровотечение, мы просим нашего пострадавшего зажать рану, пока мы приготовим какой-то подручный материал, мы должны сделать давящую повязку. Используем нам, например, косынку какую-то. И как можно меньше, чтобы свои руки не соприкасались с кровью пострадавшего. Поднимите, пожалуйста. Сразу вот таким делом привязываем. У процессе навучания выкористовываются манекены и наглядные имитационные материалы. Першими подрыхтовку пройшли волонтёры первичных организаций «Червоного крыжа». Ирына Дзяньгуб працует в центре социального обслуговывания. Кожный день сустракается с пожилыми людьми и инвалидами. У небеспечных ситуациях девчина николи не была, а ли хочет быть готовой, калей ей допомога спотребится. Каждый человек должен уметь оказывать какую-то хотя бы первую помощь, чтобы в каких-то ситуациях можно было ей воспользоваться и спасти жизнь какому-то человеку. То же самое в своей семье. Это тоже важно. И маленькие дети рядом, и родители, и бабушки, дедушки пожилые. И тоже надо уметь, я считаю, что каждому какую-то помощь оказывать. Тые, кто поспехово пройдет курс оказания первой допомоги, отримают отповедные сертификаты. Правильно оказанная первая допомога скорочает час лечения и часто заявляется вращальным фактором при вырастовании життя потерпелого. Миновата тому, организация «Червоного крыжа» надает такую значную увагу навучанию подобным навыкам. Есть такой подобный центр еще в городе Минске. Сейчас он уже создан на постоянной основе, будет действовать и у нас в Гомеле и Гомельской области. Всегда должен стоять, в первую очередь, человек. Все создано для людей и во всем мире приветствуется для каждого человека, чтобы он знал, как оказывать первую помощь на дороге, дома, на работе. Программа занятков различена на 16 годин. У группах до 10 человек. Навучание бесплатное. Каб записаться на курсы, треба покинуть заявку на сайте «Червоного крыжа» альбо звернуться по телефону. Ганна Корольчук, Явген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Завтрашнего дня Гомельский областный центр гигиены и эпидемиологии громадского здоровья запускает новую форму работы – скайп-консультации с врачами-валеологами и психологами. Скористаться инновационной послугой можно по электронному адресу, который вы сейчас видите на своих экранах. Для населенства в области консультации будут бесплатными. У лютым яны запланованы на каждый час сверху с 10 до 11 годин и с 15 до 16. На пытание откажутся врачи-валеологи и психологи. Пропонуемые темы – формирование навыков здорового ладу життя, культура харчавания, профилактика захворвания, психичное здоровье и относины. Также для всех заинтересованных мы также оказываем помощь в подборе методической литературы при проведении всевозможных профилактических мероприятий, единых дней здоровья и других мероприятий всевозможных, по которым будут обращения. Консультации оказываются на бесплатной основе. Ждем наших вопросов. Ознайомиться с творчостью молодых мостаков и дизайнеров, запрашая областных, громадско-культурный центр. В выставочной зале размешанная экспозиция работ выпускников Гомельского Мастацкого колледжа. История проведения выставы под названием «Дипломник», наличивая больше за 20 годов. Классичная школа, творшие пошуки, традиции и сучастность – все это можно убашить в работах молодых мостаков. Экспозицию включают самое лепшее. Все ли это 10 живописных творов и 15 дизайнерских работ. Союз между днем и ночью, добром и злом, черным и белым. Вот здесь видно, что мифологические персонажи, а в центре – это, как обычный человек. Основано на славянской мифологии. Многие ауторы этих работ зараз протягивают свою профессийную эдукацию в высшейших научальных установах. Академия Мастацтва и Университет культуры что год попавняются выпускниками Гомельского колледжа. Каждый ребенок был интересен по-своему. И мне кажется, что очень удачно пришли к дипломным проектам. Хорошие результаты получили и замечательные оценки комиссия выставила. Ребята росли вместе со своими дипломами. И я думаю, что эти работы уже являются началом творческого пути. Я в спорте. Чарговое областное дерби в экстрализе хоккейного чемпионата Беларуси. Чарговый вочный поединок проведут хоккейный клуб Гомель и Жлобинский металлог. Маша отбудется завтра у Гомельским лядовым палаце. Початок у 19.01. У субботу команды знову скрыжуют клюшки. На гэты раз у Жлобине. Стартовый свисток прогушить у 17.01. У Дадзины Момонт крыси знаходятся на третьем ротку турнирной таблицы. Сталевары замыкают шастерку мацнейших. На гэтым выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до сустрэшого эфира.